This conference will now be recorded. И так как была хорошая обратная связь, судя по всему, эта тема была многим интересна, было принято решение продолжить эту линеечку. И вполне возможно, что это тоже не последняя часть. Так что посмотрим. Есть задумки и на будущее. Зовут меня монах Павел Сергеевич, можно просто Павел. Немножко, как всегда, расскажу о себе. Я преподаватель, преподаватель практик, работаю здесь в центре специалист. На текущий момент по вечерам, по выходным, крайне редко в будни, днем, веду в центре специалист курсы, посвященные сетевому оборудованию компании Cisco Systems, сетям в целом и довольно редко курсы, посвященные открытому программному обеспечению. Полную информацию обо мне вы всегда можете зайти на моем сайте monahps.ru. Там же представлены разного рода сертификации, способы связи. Часть сертификации вы видите на экране. Я являюсь сертифицированным инструктором компании Cisco Systems и сертифицированным академическим инструктором компании Cisco Systems, что позволяет мне вести курсы от лица Cisco Systems, открывать доступ к материалу, написывать документы об окончании и многое другое. Помимо инструкторских сертификаций, у меня есть сертификации, как их называют, промышленные или индустриальные, кто как, или профессиональные. Часть из этих сертификаций вы видите на экране. Я не стал выводить их все, их довольно много. Это и CCNP Enterprise, и CCNA Security, и CCNA Cyber Security. Также среди этих сертификаций вы видите сертификацию по Linux, начального уровня Linux Essentials. Я не стал сюда выписывать, например, сертификации Microsoft. Довольно долгое время я занимался продуктами Microsoft, клиентскими операционными системами, а потом серверными, но от этого ушел. Если интересно, заглядывайте на сайт, подписывайтесь на YouTube, добавляйтесь в друзья в Facebook, пишите письма, там разберемся. Раз уж я упомянул, что работаю в центре специалист, неплохо было бы сказать о самом центре. 29 лет центр специалист существует, 29 лет учат людей. В этом году юбилей, 30 лет центру специалисты, и 10 лет, как я в этом центре работаю, и надо сказать, это было замечательно. Это прекраснейший опыт, я очень рад, что я сюда попал, и продолжил, и остаюсь, и надеюсь, еще надолго останусь. Центр специалист, крупнейший центр обучения России и Восточной Европы, это миллионы выпускников, огромное количество корпоративных клиентов, огромное количество классов, более тысячи курсов, огромнейший ассортимент, начиная с IT и заканчивая моделированием и ландшафтным дизайном, 250 преподавателей и экспертов, в числе которых и я. Так что за нашу долгую историю сложилась хорошая команда, и нам есть, что вам рассказать, есть, чему вас научить, и самое главное, мы знаем, как это сделать. Центр специалист обладает рядом преимуществ, вы видите наши гарантии на экране. Помимо озвученного, от себя добавлю, что центр специалист это лицензированное образовательное учреждение, мы не просто умеем право вас отучить, дать вам какие-то знания и практические навыки, но также вы можете получить официальный документ о том, что вы курсы прошли, либо это может быть удостоверение установленного образца о повышении квалификации, либо если вы берете большие дипломные программы, это даже диплом о профессиональной переподготовке, и в нашей стране бумажки немало важны, мало просто что-то знать, порой надо еще как-то документально доказать, кто-то такой есть, а то не поверят, и мне кажется, это замечательно, что в центре специалиста может получить и знания, и навыки, и документальные тому подтверждения. Теперь ближе к теме нашего сегодняшнего семинара, как было описано в анонсе, это вторая часть, мы продолжаем то, что начали в первой части, запись первой части, ссылочка на нее была же в анонсе, и я надеюсь, что все с ней заранее ознакомились, если не работали до этого плотно с IP версии 6, кратенько напомню, что мы разобрали в первой части, мы начали с адресов под названием linklocal, локальные адреса канала, узнали, как эти адреса linklocal устройство может себе получить, узнали о принципах plug-and-play, которые заложили инженеры в IPv6, устройство может получить linklocal адрес двумя путями основными, это генерация linklocal адреса на основе MAC-адреса процесса EUI-64, либо устройство может сгенерировать себе адрес случайно, как, например, поступает операционная система Windows или MACOS по умолчанию. Также мы в прошлой части узнали о процессе обнаружения дублирующихся адресов, процесс DAT, duplicate address detection, узнали о процессе neighbor discovery, который пришел на смену протоколу ARP, и узнали о роли многоадресной рассылки multicast, так как широкое вещание в IPv6 больше нету, и подробно остановились на специфичном адресе, который называется Solicited Multicast. В итоге получилось так, что наше устройство смогло получить локальный адрес канала для общения внутри сети, но общаться внутри сети скучно, нам вообще-то хочется выйти вовне, и понятное дело, что с локальными адресами канала этого сделать не выйдет. В этом семинаре, в этой части, мы с вами разберем глобально уникальные адресы, Global Unique Addresses или GUA, узнаем, откуда их взять, узнаем о процессе автонастройки Slack, и как раз-таки в Ayrshark рассмотрим пакетики, благодаря которым эта автонастройка и происходит. Частый вопрос, который мучает многих, собственно. Глобально уникальный адрес. Что это? Это адрес, уникальный в рамках всего мира. Сейчас есть огромное количество глобально уникальных адресов, и из огромного-огромного диапазона всех адресов IPv6 организация IANA выделила или делегировала региональным интернет-регистраторам только примерно одну восьмую часть. И эту одну восьмую часть мы, судя по всему, будем использовать очень-очень долгое время. У каждого устройства в IPv6 должен быть глобально уникальный адрес для общения между сетями. У каждого компьютера, сервера, телефона, кофемолки, холодильника, чего угодно. У каждого устройства будет глобально уникальный адрес, чтобы его можно было легко идентифицировать. Чем-то это напоминает телефонный номер. Если у вас есть телефонный аппарат, то у него такой номер, который уникален в рамках всего мира. И он состоит из кода страны, кода города и, собственно, телефонного номера. В разных странах бывают, конечно, небольшие расхождения, но, в общем, телефонный номер, он уникален. Вот примерно такая же есть идея или парадигма в IPv6. У каждого устройства должен быть глобально уникальный адрес, который однозначно это устройство идентифицирует на всей планете, а может быть в дальнейшем даже в Солнечной системе, потому что с IPv6 мы можем строить сети чуть ли не вселенского масштаба. И, конечно, встает вопрос, а как получить глобальный уникальный адрес? Вот вы – организация. Откуда вы их можете взять? Да точно так же, как и в IPv4. Как вы берете адреса для организации? Два варианта. Если вы – очень крупная организация и хотите участвовать в глобальной маршрутизации, вы, как и раньше, обращаетесь к региональному интернет-регистратору, к РИРУ. Оформляете заявочку, платите небольшую денежку, заявка проходит регистрацию, и вы получаете для себя, для своей организации, огромный блок адресов. Стандартная длина префикса для организации на текущий момент, для частных организаций, не для интернет-провайдеров, не для ЛИРов – дробь 48. Вы получаете для себя 2,8 степени адресов. Вам хватит на всю жизнь. Получили префикс и дробите его, как душе угодно. Если вы – организация небольшая, среднего размера, и вам не хочется связываться с РИРом, то вы, как и раньше, можете получить на время адреса от провайдера. Только в IP версии 4, когда вы берете адреса у провайдера, скорее всего, вам адресов дают очень ограниченное количество. Один, например. А в IPv6 вам сразу дают огромный блок. Опять же, блоки могут быть разного размера, но, например, получить от провайдера блок 48 вполне себе возможно. Опять же, получаете для себя 2,8 степени адресов и хватит на всю жизнь. В общем, вы получили адреса. Этот префикс, который вы получили, он глобально уникален. А дальше вы его дробите в зависимости от ваших нужд. Если мы возьмем стандартную длину префикса дробь 48, которую выдает РИР или часто выдает провайдер, то есть три первых гекстета в адресе вы менять не можете, что делать? Допустим, вам провайдер или РИР выделил следующий префикс 2.0.0.1.db.8.acad по длине 48. Как видим, три гекстета занято, и их менять нельзя. В таком случае обычный четвертый гекстет выделяют под обозначение номера сети. И в итоге у вас получаются сети вида 2.0.0.1.db.8.acad 0, 2.0.0.1.db.8.acad 1, 2.0.0.1.db.8.acad 2 и так далее до 2.0.0.1.db.8.acad ffff. То есть теоретически вы получаете для себя самого 2 в 16 степени сетей 65 536. И я думаю, большинству организаций этого хватит на всю жизнь. Оставшиеся 4 гекстета, оставшиеся 64 бита будут отведены под адрес узла. Так уж принято, что стандартная длина префикса внутри сетей в IPv6 дробь 64. Довольно удобно. В демонстрации, которая будет дальше, очень простая топология. Провайдер якобы выделил нам префикс 2.0.0.1.db.8.acad по длине 48. Мы решили 4 гекстет отвести под номер сети. И я на маршрутизаторе R1 как раз таки назначу адреса из конкретно вот этой сети. Второй маршрутизатор, который эмулирует ПК PC1, попробует получить эти адреса с помощью автонастройки процесса Slack. Как это устроено высокоуровнево? Как только на маршрутизаторе слева, который эмулирует ПК, я включу интерфейс и скажу «получи адрес с помощью Slack», PC1 начнет посылать специальные пакетики, которые называются RS – Router Solicitation. Домогательство до маршрутизатора. И в этих пакетиках PC1 будет кричать «Эй, есть ли тут маршрутизатор?» Если это есть, откликнись и подскажи мне, какие настройки брать. Если есть маршрутизатор, а у нас он будет, это будет маршрутизатор R1, он должен будет откликнуться на этот призыв и отправить пакетик R-A – Router Advertisement, в котором он расскажет о себе, свой собственный адрес, префикс, длину префикса. И ориентируясь на эту информацию, PC1 сгенерирует себе глобальный адрес. Попробуем. Закрою презентацию. Вот он, собранный стенд. Опять же, как всегда, на основе GNS3, потому что он позволит мне легко и просто сниферить трафик с помощью Wireshark. Устройства уже запущены. Командная строка к ним открыта. Так, одну секунду. Вот так. Зайду в командную строку маршрутизатора PC1, войду в режим конфигурирования, войду в режим конфигурирования интерфейса по 0.0, который смотрит к маршрутизатору, к нашему будущему шлюзу. Чтобы избавиться от лишнего трафика, отключу разные служебные протоколы. Отключу протокол CDP, отключу посыл KPLive пакетов, и еще я узнал, что есть такая вещь, как MOP, его тоже отключу. Не буду задавать IPv6 адрес. Я только включу IPv6 с помощью команды IPv6 enable. Маршрутизатор захочет сгенерировать хотя бы себе линк local адрес. И прежде чем я включу интерфейс, запущу на линке между маршрутизаторами Wireshark. Как только я включу интерфейс, я увижу, что PC1 попробует проверить адрес, который он сам себе сгенерирует на дубляж. Никто не откликнется. PC1 присвоит себе этот адрес и будет с линк local адресом сидеть. И о глобальном думать не будет, потому что я его пока об этом не попросил. Включаю интерфейс. Жду, когда появится сообщение о том, что состояние интерфейса изменилось на app-app. Хорошо. Что вижу? PC1 сгенерировал себе какой-то линк local адрес для общения внутри сети и сразу проверяет его на дубляж. Если вы смотрели первую часть, то помните, что это осуществляется с помощью посыла пакетика Neighbor Solicitation. Это аналог ARP-запроса, в котором мы ищем адрес, который сами себе сгенерировали. Если в сети найдется обладатель подобного адреса, он пришлет нам в ответ пакетик Neighbor Advertisement, и мы поймем, что есть дубляж. Ну что ж, ответа нет. Наш маршрутизатор осмелился себе линк local адрес присвоить, и получил он себе вот такой вот линк local адрес FE8.0 двойное двоеточие и дальше оставшиеся 64 бита, сгенерированные на основе мака. И тишина. Если бы PC1 был реальным узлом, например, под управлением Windows, Linux, MacOS, он бы, конечно, сразу захотел получить себе глобальный адрес. Но это не обычный узел, это маршрутизатор, поэтому пока мы ему не дали соответствующую команду, он ни о чем не просит. Вернусь в командную строку, проверю настройки IPv6 на интерфейсе с помощью команды show ipv6 interface и названия интерфейса. Вижу, что мой маршрутизатор сгенерировал себе линк local адрес на основе мака, так как посередке встречается магическое сочетание FF of E, я понимаю, что это на основе мака. И видим заветную надпись «Глобальные адреса не настроены». Хорошо. Хорошо. Попросим маршрутизатор получить себе глобальные адреса с помощью команды ipv6 адрес автоконфиг «Дефолт». Таким образом мы симулируем поведение обычного клиента. Машины под управлением Windows, к примеру. Как только я дам эту команду, в AirShark мы увидим, как PC1 начинает посылать пакетики типа RS, роутер solicitation. Перемещаюсь в AirShark и посмотрите. Вот оно то, о чем я вам говорил. Сразу полетели пакеты роутер solicitation. На специально зарезервированный мультикастовый адрес FF02 двойное двоеточие 2. Это адрес, который называется «Все маршрутизаторы». Мы не отправляем роутер solicitation вообще всем. Мы его отправляем только маршрутизатору. Так как мы не знаем, какой адрес теоретически может быть у маршрутизатора, у шлюза, то выделили специальную мультикастовую группу FF02 двойное двоеточие 2 для этих целей. Если я загляну внутрь пакетика, то я увижу, что этот пакетик все так же отсылается силами протокола ICMP версии 6, который в IPv6 во многом исполняет все служебные обязанности. Это тип роутер solicitation с номером 133 и по сути внутри запроса ничего такого нет. Устройство просто сообщает свой MAC-адрес и больше ничего интересного. Устройство попробовало отправить три пакетика, но никто не ответил и мы так и остались без адреса. если я вернусь на маршрутизатор, посмотрю настройки, то мы так без адреса до сих пор и сидим. Глобального уникастового адреса до сих пор нет. Что сделаем? На маршрутизаторе R1 настрою интерфейс и интерфейс включу. настрою интерфейс F0.0 отключу на нем лишние служебные вещи, чтобы нам было проще в IR-шар кориентироваться. Так как это маршрутизатор, обычно маршрутизатором для простоты не оставляют локальные адреса автоматически сгенерированными, потому что они большие и страшные. И для простоты им назначают локальные адреса вручную. Очень частый линк локал адрес, который получают маршрутизаторы, выглядит вот так. FE8.0 двойное двоеточие 1. Также я сразу пропишу статический глобальный адрес. Сеть я уже выделил 2.0.0.1 db8 окат 1. И адрес маршрутизатора в этой сети будет первый по длине префикса 64. Так, пропустил ключевое слово адрес поспешил. Теперь я включу интерфейс и что мы увидим в Airshark? Сначала R1 проверит линк локал адрес на дубляж. Так как ни у кого такого адреса нет, он его себе присвоит. потом R1 проверит глобальный адрес на дубляж внутри сети. Так как никто не ответит, он его себе тоже присвоит. Включаю интерфейс. Интерфейс поднялся, иду в Airshark и вот как раз то, о чем я вам говорил. сначала маршрутизатор не имея адреса, пока адреса у него нет никакого, с адреса все нули отправляет запрос Neighbor Solicitation, никто ему не отвечает, в итоге маршрутизатор присвоил себе назначенный адрес от E80 двойной двоеточая 1. Дальше идет запрос касательно глобального адреса, так как никто не ответил, маршрутизатор присвоивает себе и глобальный адрес. В настройках маршрутизатора мы должны будем увидеть оба этих адреса. show IPV6 interface F0.0 У нас есть link local адрес прописанный вручную и у нас есть глобальный адрес прописанный вручную. Однако в чем здесь небольшой подвох? По идее если устройство считает себя полноценным маршрутизатором, оно должно начать отсылать периодически пакетики RA роутер адвертайзмент которых будет рассказывать о себе, что я маршрутизатор, что у меня вот такой адрес, у меня вот такой префикс и вот такая длина префикса. Если ты узел, бери эти настройки за основу и генерируй себе адреса, но если я перейду в Wireshark, мы вот как остановились на объявлении, больше ничего нет. Туда, конечно, RA высылаются по умолчанию довольно редко, раз в 200 секунд, но вроде бы время прошло, или хотя бы самый первый раз тоже мы могли бы отправить. Почему мы не видим никаких пакетиков RA? Потому что на устройствах Cisco по умолчанию маршрутизация IP версии 6 выключена в целях экономии ресурсов. На самом деле маршрутизатор себя полноценным маршрутизатором не считает. И никаких пакетиков RA не отправляет. И никаких пакетиков RS не обрабатывает. Если я сейчас попрошу PC1 по новой запросить себе адреса с помощью пакетиков RS, они так и останутся без ответа. Для этого я выключу интерфейс, который смотрит с помощью команды SHUT, который смотрит в сторону маршрутизатора. Смотрите, пока вот этот пакетик крайний, теперь я снова включаю интерфейс. И полетели пакетики RS. Раз, два, три, но ответа нет. Полетели они на мультикастовый адрес ff02 двойное двоеточие два, но если мы обратим внимание, то маршрутизатор R1 мультикастовый адрес ff02 двойное двоеточие два даже не слушают. Если эти пакеты и кадры до него доходят, то он просто их дропы, потому что он не считает себя маршрутизатором и этот мультикастовый адрес не прослушивает. Чтобы включить маршрутизацию IP версии 6, необходимо на устройствах Cisco в режиме глобального конфигурирования воспользоваться командой IPv6 Unicast Routing. Как только я дам эту команду, мы сразу в Airshark увидим полетевшие пакетики R. Давайте я как-нибудь пока последний пакет помечу, чтобы он нам пока глаза не мозолил вот так и включаю маршрутизацию. Ну, вот смотрите, какое движение пошло. Возвращаюсь в Airshark и что вижу? Наш маршрутизатор со своего линк локал адреса FE80 двойной двоеточие один на адрес все узлы FF02 двойное двоеточие один отправляет пакетик роутер адвертайзмент как я и сказал. Если мы заглянем внутрь пакетика роутер адвертайзмент мы увидим что это все так же протокол ICMP версии 6 тип пакета 134 довольно большое количество информации например маршрутизатор здесь сообщает о своем приоритете о времени жизни об опциях например об МТУ самое главное он сообщает информацию о префиксе и длине префиксов он говорит смотри если ты получил эту информацию то знай у меня на этом интерфейсе администратор или автоматически был назначен префикс 2001 DB8 ACAT 1 по длине префикса 64 если тебе очень хочется бери первые 4 гекстета за основу а оставшиеся 4 гекстета заполняй на свое собственное усмотрение в итоге этот пакетик RA получит наш PC1 первые 4 гекстета возьмет себе без изменений а оставшиеся 4 гекстета устройства может заполнить двумя путями либо на основе мака это процесс EUI64 либо рандомным так как у нас в качестве клиента выступает маршрутизатор он сгенерирует себе остаток адреса именно на основе мака EUI64 если бы у нас было клиентское устройство под управлением Windows MacOS остаток адреса был бы рандомный сверну Wireshark и проверяю настройки на PC что вижу среди информации появился блок о глобально уникальном адресе обратите внимание устройство себе остаток адреса выбрало точно такое же как в линк локал адресе символы посредине FF FE намекают что этот остаток был сделан на основе мака у нас есть теперь глобальный адрес более того таблица маршрутов которую я могу посмотреть с помощью команды show IPv6 road будет также прописан маршрут по умолчанию пришедший из протокола neighbor discovery маршрут сеть все нули помазки все нули доступен через link local адрес r1 fe80 двойное двоеточие 1 и того у PC1 есть адрес префикс длина префикса адрес шлюза чего не хватает до полного счастья для полного счастья не хватает только DNS серверов но на самом деле в пакете кира маршрутизатор мог бы прислать и адреса DNS серверов в качестве опции другое дело что я просто не стал это настраивать и получается что в принципе даже не имея серверов DHCP можно спокойно получить все необходимые настройки адрес длину префикса шлюз DNS сервера и устройство полностью готово к выходу вовне еще раз огляну то что было в Wireshark когда устройство включается оно должно отправить пакетик роутер solicitation и мы видим что оно так и поступало но тогда мы еще не настроили наш маршрутизатор если бы маршрутизатор был настроен он бы сразу в ответ выслал бы пакетик R если никто не спрашивает пакетики R отправляются раз примерно в 200 секунд посмотрите 18 34 47 18 37 57 200 секунд это 3 с небольшим минуты вроде бы похоже на правду таким образом периодически отправляя роутер адвертайзмент маршрутизатор говорит я жив все нормально те адреса которые вы от меня брали еще актуальны не надо от них избавляться я живой все нормально не волнуйтесь мы рассмотрели вариант с получением адреса который называется слаг стейтлес адрес авто конфигурейшн почему называется слаг стейтлес без сохранения состояния потому что маршрутизатор как вы заметили он не приказывает устройству что-то взять какой-то адрес конкретный он только подсказывает вот тебе префикс вот тебе длина префикса дальше разберись сам устройство выбирает себе остаток адреса самостоятельно и потом даже не обязан перед маршрутизатором отчитываться что такой-то адрес был сгенерирован соответственно маршрутизатор не хранит никакой таблички кто что получил и именно вот это отсутствие информации закладывается в слово стейтлес без сохранения состояния слаг в большинстве случаев вполне себе подходит для любой IPv6 сети но например протокол DHCP позволяет передавать гораздо большее количество настроек как вы знаете протокол DHCP позволяет передать различные дополнительные опции например адреса TFTP серверов адреса контроллеров беспроводных точек доступа и многое многое другое флаг флаг такие вещи не умеет в пакетике RA для них не нашлось места поэтому если вам недостаточно иметь только шлюз и DNS сервера то наверняка вы захотите развернуть полноценный сервер DHCP V6 причем в IP V6 возможны два варианта облегченный DHCP V6 и полноценный DHCP V6 но это уже не тема нашего семинара давайте еще раз взглядом окинем RA которую высылает маршрутизатор в нем он рассказывает о себе свой приоритет время жизни по умолчанию 30 секунд о своем MAC-адресе об МТУ и самое главное о префиксной информации но в пакете KRS мы рассматривали до этого там вообще ничего особо интересного то и не было что ж мы познакомились с глобальным уникальным адресом узнали откуда его взять как чаще всего разбивают сеть на подсети посмотрели на этот процесс вживую на процесс SLAC с помощью пакетиков RA и RS и эти пакетики поглядели в Airshark более подробно что об IP версии 4 что об IP версии 6 что о протоколах вроде DHCP версии 4 DHCP в H6 и многом другом вы можете узнать на курсе под названием CCNA 7.0 маршрутизация и коммутация в сетях Cisco это курс от компании Cisco Systems представленный на ее платформе сетевая академия это продолжительный курс рассчитанный на длительное обучение курс представляет из себя 48 академических часов со мной и 162 часа самостоятельного обучения с прекрасными материалами содержит три больших модуля 47 глав 91 лабораторную работу в симуляторе Packet Tracer и многое другое при этом вы имеете доступ к материалам причем как на английском так и даже на русском языке в отличие от многих других вендоров сетевая академия ЦИСКа продолжает переводить курсы на другие языки это немаловажно ведь это курс начального уровня после успешного завершения вы можете получить сертификат от сетевой академии ЦИСКа курс курс готовит к экзамену ЦИСКа самые новые его интерпретации за номером 200-301 для тех кто учится хорошо возможно даже получить ваучер на скидку при сдаче полноценного сертификационного экзамена ЦИСКа например на текущий момент экзамен ЦИСКа попытка сдачи стоит 300 долларов а с ваучером на скидку стоимость составляет примерно 125 это значительная скидка надо признать как я уже сказал этот курс начального уровня он подойдет я думаю всем это такой первейший шаг в жизни любого IT специалиста потому что сети везде он пригодится и тем кто только начинает и тем кто продолжает любым сетевым администратором Windows Linux без знаний сети сейчас никуда ну и конечно он подойдет тем кто желает получать сертификацию CCNA план обучения вы видите на экране как видите например в первой части курса мы затрагиваем такие вещи как сетевой уровень где я буду упоминать IPv6 есть глава посвященная адресации IPv6 есть глава посвященная протоколу ICMP во второй части среди всего перечисленного на экране вы также можете заметить протокол основы процесса слаг и DHCP версии 6 то о чем я упоминал в главах посвященных маршрутизации нижние три основы статическая маршрутизация трабл шутинг точно так же есть моменты связанные с работой с протоколом IPv6 и третья часть которая называется сетью уровня предприятий безопасности автоматизации углубляют ваше знание в сетях рассматриваются к примеру протоколы динамической маршрутизации курс идет довольно часто и как правило он идет по выходным субботу и воскресенье хотя возможно варианты и по вечерам все актуальное расписание вы всегда можете найти на сайте ближайшая дата проведения с 14 июня по воскресеньям днем с 14 до 17 10 если вы только начинаете и заинтересовались вас заинтересовали сети или что-то еще центр специалист предлагает комплексные программы обучения которые входят несколько курсов по сниженной цене например курс представленный мной также входит в дипломные программы сертифицированный сетевой администратор на базе оборудования циска или сертифицированный системный администратор локальной и облачной инфраструктур по завершению всех курсов из этих дипломных программ после сдачи дипломной работы вы имеете возможность получить сертификат не сертификат только твой сертификат диплом о профессиональной переподготовке если вас интересует программа поменьше есть просто комплексная программа сертифицированный сетевой администратор со специализацией в области безопасности и кибербезопасности по ходу семинара я не видел вопросов в чат но я думаю мы можем разобрать их сейчас если конечно они у вас есть если есть вопросы пожалуйста напишите в чат а я попробую на них ответить так вижу вопрос от Евгения с точки зрения безопасности можно ли применять варшарк для обнаружения нежелательной или вредоносной активности разных нехороших программ например по тому содержимому что они отсылают или принимают Евгений варшарк это инструмент немножко не для этого если вам нужен инструмент для обеспечения безопасности то вам нужны системы обнаружения или предотвращения вторжений в первую очередь варшарк позволяет вам глубоко изучать трафик но он не подходит для мониторинга прямо в режиме реального времени невозможно за ним сидеть и смотреть это у меня тут было раз два пакетиков и обчелся в любом случае в любой сети сейчас настолько большое количество трафика что ни один человек просто глазами даже не успеет пару секунд отсмотреть количество пакетов которые бежит и для этого есть автоматизированная система IPS IDS другое дело что в Airshark вы можете например дополнительно изучать какие-то вещи например система IPS IDS может автоматом делать дамп трафика ну конечно не всего а какой-то там по ее мнению подозрительной активности и если система IPS IDS например сомневается в своих решениях то она может этот дамп сохранить а вы его уже в ручном режиме можете просматривать вряд ли кто-то будет просматривать весь трафик глазами это просто невозможно для человека также Airshark подходит для обучения подытожим Airshark это средство для обучения раз и средство для глубокого анализа не очень большого трафика в оффлайн режиме для онлайн режима есть огромное количество других решений IPS IDS может быть что-то еще еще коллеги ваши вопросы я на всякий случай прогляжу весь чат а вижу комментарий от Ирины отлично спасибо Ирин спасибо немаловажно так пока вопросов более нету такое бывает информативно спасибо спасибо Сергей тогда если кто-то еще пишет я вполне возможно к чату еще вернусь пока не закрываю если вам понравился семинар и вы хотите продолжения дайте знать вы можете дать знать мне лично на monachops.ru есть все мои контакты также вы можете написать отзыв о семинаре на инфособак специалист.ru запись семинара будет выложена на ютюб канал на ютюб канал центра специалист под названием специалист.тв правда не знаю в течение какого времени каждому слушателю предоставляю каждому потенциальному слушателю каждому из вас возможно получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию как мне сказали коллеги из рекламного отдела эти вот квадратики это на самом деле ссылка якобы сюда можно навести камерой смартфона и вы попадете на какой-то сайт где можно оставить заявку я честно говоря сам не умею этим пользоваться да вот серьезно но если вы знакомы с этой технологией наведите вот сюда свою камеру откроется какая-то форма заполните ее и ожидайте обратной связи от наших коллег которые подскажут вам в каком направлении можно двигаться подберут курсы и так далее как всегда пользуясь случаем я же как будто в телевизоре все мы в детстве смотрели поле чудес ну кто-то может не в детстве все знают как это было здорово когда Якубович передавал тебе слово и ты мог всем передать привет и сказать спасибо мама бабушка дедушка дядя Толя и конечно я тоже мечтал вот теперь у меня такая возможность есть и регулярно я через семинары выражаю благодарность разным людям но я подумал что в этот раз наверное стоит выразить благодарность своей собственной супруги монаховой Ани Юрьевне и я не думаю что она сейчас смотрит прям наш семинар ей вряд ли интересно что такое IPv6 но Аня я надеюсь что ты в записи этот семинар посмотришь и конечно я хочу сказать тебе спасибо хочу сказать тебе спасибо в первую очередь за наших препятствий сыновей хочу сказать тебе спасибо за твою любовь и заботу и за неимоверное терпение ведь наверное я ну как и все люди периодически бывают своего рода какашками вот и спасибо тебе за неимоверное терпение именно благодаря своей супруге я смог сконцентрироваться на профессиональной деятельности и то что я сейчас вел этот мастер-класс да и не только этот но и все другие и будущие это во многом заслуга моей супруги Ань спасибо тебе за это в центре специалист в центре специалистов в этом году 30 лет 10 лет как я тут работаю и у нас с нашей супругой небольшой тоже юбилей 10 лет как мы вместе Анют нам 10 лет нашим с тобой совместным совместной совместной жизни я хочу нам с тобой пожелать еще много-много раз по 10 лет спасибо тебе Анют люблю спасибо коллеги и вам кто пришел кто дал обратную связь приходите в центр специалист контакты вы видите на экране ну если что пишите буду рад спасибо и приятных вам всем выходных спасибо 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 Продолжение следует...